Отрывок из главы 16 мистического романа Антарова «Горы. Две жизни». Книга первая. Я так пристально впивался взглядом в строгом, обо что он смеет сказал мне. Бьюсь об заклад, что вы, молодой человек, писатель. Все рассмеялись, а я с удивлением спросила, почему вдруг вы сделали такой вывод? Да, потому что за мою долгую жизнь я много перевидела людей, и только у одних одаренных писателей мне приходилось видеть такие глаза шило, от которых на душе делается неспокойно. Не могу и не хочу сказать, что оказываемое вами внимание мне неприятно. Хочу только вас уверить, что отнюдь не таинственная личность, и преступлений, тайно укрытых от наказания, за мной не числится. «А, потому я мало могу быть интересен вам», — сказала он, улыбаясь и протягивая мне портсигар. «Благодарю вас, я еще не научился курить», — ответил я ему. «Что же касается пристальности моего взгляда, то приношу вам все мои извинения за свою невоспитанность, и я необычайно рассеянный с детства ношу кличку «Левушка, лови ворон». «Надеюсь, вы меня простите и не отнесетесь строго к моему грубому любопытству», — ответил я ему, огорченный, что так нелепо обратил на себя внимание нового гостя. Он предстал на своем стуле, слегка поклонившись мне, и вежливо ответил, что его замечание не носило характера вызова, а было неумилым комплиментом мне, и что теперь был припит. Элофелион спросил его, давно ли он живет в Константинополе. «Очень давно я здесь родился», — сказал Строганов. «Мой отец был капитаном торгового судна и часто бывал в Константинополе. Во время одной из стоянок он познакомился с полурусской, полутурецкой семьей и женился на одной из их дочерей. Я очень похож на мать, и вот почему моя внешность противоречит моей фамилии. Все остальные члены моей семьи — блондины и плотного сложения. Тот дом, где у меня сейчас есть свободный магазин, был местом моего рождения. В те времена улица, на которой он находился, еще не была одной из главных. Как теперь? Вы для кого хотели снять помещение? «Для вашей соседки», — подшляпное тело, — ответил Элофелион. Видя, что сосед повернулся к Жанне, Элофелион сказал ему, что Жанна француженка и говорит только на своем языке. Строганов перешел на французский язык, говорил он свободно, несколько с акцентом, но совершенно правильно. У меня забило сердце. Я так боялся, что и любезное поведение Жанны заставит Строганова передумать. Но Строганов точно ничего не замечает. Очень деловит и любезно объяснил ей все удобства расположения улицы, магазина и квартиры. Это, по его словам, был небольшой особняк. Внизу был магазин и передний, а наверху квартира из двух комнат и кухни, выходящих во двор с хорошим садом. Видя, что Жанна молчит, он предложил ей заехать завтра за ней утром и показать ей помещение. Если ей понадобится ремонт, то его сделать недолго. Илофелён очень сердечно поблагодарил Бориса Фёдоровича, объяснив ему, что Жанна племянница того человека, о котором он наводил справки утром в его присутствии. И что ей предстоит остаться в Константинополе, одной, с двумя маленькими детьми, так как все мы едем дальше, кроме наших бурецких друзей. Строгану повернулся снова к Жанне, по лицу которой побежали слезы. «Не говорите, мадам», — сказал он ей, — «в жизни всем приходится бороться, и почти все начинают с очень малого, чтобы заработать себе кусок хлеба». К вашему счастью вы встретили людей, которые оказались истинно людьми и заботятся сейчас о вас. Это редкостное счастье. Быть может, вы чем-то заслужили особое расположение судьбы, так как и я буду рад помочь вам. «Дело в том, что у меня есть дочь, которой сейчас 27 лет. В 17 лет она потеряла жениха и не пожелала более выйти замуж. Я очень хотела бы пристроить ее к какому-нибудь самостоятельному делу. Если вы можете сначала обучить ее вашему мастерству, а потом взять ее в компаньонке, то и магазин аренды всего дома будет вам стоить вдвое меньше». Лицо Жанны посветлело, прелестные губы сложились в улыбку, и она протянула по-детски доверчиво обе руки старику. «Я буду счастлива иметь компаньонку в работе и делах. Я очень хорошо знаю свое дело, и за моими шляпами дамы обычно гоняются. Но в бухгалтерии вообще так я ничего не понимаю. Меня пугает эта сторона. Я была бы счастливее, если бы вы наняли меня к себе слушать, а все дело было бы ваше», – быстро сказала она. «Это, я думаю, совсем не входит в планы ваших друзей», – ответил ей строгого. «Как я понял, со слуху вашего друга вам надо иметь возможность жить независимо и расти детей. Будьте только смелы». «В счетах и финансовых делах моя дочь ничего не понимает, но она хорошо образована, трудолюбива. А я буду первое время руководить вами обеими в ваших финансовых делах. Все доступно человеку, если он не боится, не плачет, а начинает свое дело легко и смело». «Я ни разу замечала, что побеждают не те, кто имеет много денег, а те, кто легко приступает к своему пруду». Субтитры создавал DimaTorzok «Комментарий о прочитанном». «Я ни разу замечала, что побеждают не те, кто имеет много денег, а те, кто легко приступает к своему пруду». «Вот и так же в любом деле человек, в принципе, может достигнуть успеха, особенно если ему открываются ворота, двери, дается энергия, силы, возможности обучаться, постигать новое, развивать. Развивать свою душу, свой композит души набирать именно положительное направление. Ведь любая деятельность, она, в принципе, может быть творчеством, а творчество – это божественная составляющая нашей души. И развиваясь, человек помогает развиваться и Богу, набирая обороты. Он помогает и Богу набирать обороты. И свеча ярче, сильнее, мощнее. Он и других вдохновляет на развитие. Тем самым, также помогает Всевышнему. Потому все доступно человеку, если он не боится, не плачет, а начинает свое дело легко и смело. Я не раз замечала, что побеждают не те, кто имеет много денег, а те, кто легко приступает к своему труду». Субтитры создавал DimaTorzok